Добрый день! Меня зовут Константин Шишко. Я рад вас приветствовать на канале Процветок. Сегодня мы имеем очень интересную ситуацию, когда из ели конической, которая выведена сорт в Канаде, произошла естественная мутация в природе, и вот эту мутацию поддержали и вывели сорт. В данном случае мы имеем наоборот. Из этого выведенного сорта пошел обратный процесс. То есть выстрелила дикая форма. И вот такое встречается не часто, но бывает. И вот как в этой ситуации поступить? Если мы оставляем дикую форму, вот эту, которая, она побеждает. И эта форма коники ели, она погибает. Поэтому мы попытаемся сделать, как это, чтобы сохранить и ту, и оставить вот эту форму, которая выведена, ель коника. Поэтому мы угнетаем, обрезаем кардинально вот эту часть, которая выстрелила в данном случае, и будем ее все время поддерживать в какой-то форме. Вот довольно интересный и такой случай. И для того, чтобы сохранить, вот эту форму, нам эту форму надо постоянно стричь. Ну, опять, это, как это, кому как нравится. Если вам ценен вот этот сорт, и если вы видите вот такую ситуацию, то вы эту ель, которая такая пошла аборигенная, которая исходная форма, вы ее удаляете просто. Но можно и таким путем пойти. Она дает красивые шишки, и у вас будут два вида на одном и том же стволе. Есть несколько видов ели коника. В данном случае вот эта самая простая, которая, в общем-то, стала базовой формой той ели и сортом. Есть коника, у которой голубая хвоя, и у нее такой хороший момент есть, что она весной не подгорает. Весной – это вот когда весенние ожоги. А данная форма, она очень часто, особенно когда она находится на солнышке, подгорает весной. Еще есть более миниатюрная форма ели коника. Это Альберта Глоба, которая растет еще медленнее. А еще есть, я дословно не помню сорта, а еще есть, когда идет прирост весной, то он желтого цвета. То есть она тоже уже как бы довольно популярная вот эта, но появляется все равно каждый год в садовых центрах новая сорта. В ландшафтном дизайне все-таки ель коника – это, скажем, где-то находка. Она растет медленно, она наращивает свою массу медленно. Ну и, конечно, ее тоже, она не из тех елей, которые там стригутся сильно, но все равно ее можно формировать, можно сдерживать, можно какие-то моменты подчеркнуть, можно подстригать. И она хороша тем, что она медленно растет. Какого-то определенного ухода ель коника не требует. Когда она растет на газоне или там в миксбордере, и мы подкармливаем миксбордер какие-то другие, мы вносим минеральные удобрения или органику, и она, в общем-то, получит свое. То есть она не любит такую уж насыщенную, богатую почву. То есть она более бедную почву предпочитает. Поэтому она проста в уходе, и особых каких-то подкормках, уходов она не нуждается. Вот и все. До новых встреч на канале Процветок. Всего хорошего, до свидания.